13.06 на часах в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузливой и мой сегодняшний гость – вице-спикер областного ЗАГС собрания Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете задать через форму анонсов на нашем сайте. Начнем мы, наверное, с темы, которую последние два дня обсуждали очень много. Это всероссийская акция дальнобойщиков, которая собирается протестовать против введения платы за проезд по федеральным трассам. Кировские дальнобойщики, насколько я понимаю, тоже планируют завтра примкнуть к этой акции, несмотря на то, что Дмитрий Медведев сегодня было опубликовано постановление о том, что решили ввести так называемый льготный период и немного снизить эту плату. Тем не менее, они с этим не согласны и намерены все равно добиваться полной отмены. Вы тут согласны с дальнобойщиками, как стоит поступить в этой ситуации? На самом деле, опять же, история-то ведь она имеет начало не вчера и не на прошлой неделе, а с 2013 года, когда, в принципе, данное решение было принято и уже не раз отплата. Ну, государство добился давно, в том числе планировали и транспортный налог им в ответ отменить, но не пошло. Нет, планировалось введение это еще раньше, еще в 2014 году, да, то есть, но вот все относили и относили начало введения. В конечном итоге ситуация ни с дорогами, ни с деньгами на то, чтобы эти дороги ремонтировать, ситуация не улучшилась. И если мы сегодня вот возьмем наши дороги, ну, вот много на эту тему ведь говорится у нас в области о том, какие у нас дороги, как ремонтируются. Тоже с дорожниками много разговаривал. Ну, давайте начнем с того, что много дорог, точнее, основная масса дорог регионального, муниципального значения, которые есть в нашей области, это дороги, которые строились из расчета полутора и двух тонных автомобилей. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что вот состояние там, так называемой подушки, всех слоев и состояние самого асфальта, это то состояние, которое рассчитывалось на машины, на машины вот с данной грузоподъемностью. То, что на сегодняшний момент у нас ездят, там, 12 и больше, там, вплоть до 20 тонников, да, там, все это, все это понимают, что это приводит к тому, что дороги-то разрушаются. И, соответственно, там, мы хоть и пытаемся как-то в Кировской области ситуацию выправлять, но, там, я думаю... Каким образом ее тут можно выправить? То есть, строить новые дороги? Латать, латать. То есть, новых дорог, там, у нас не так много строится, в основном латаем, да, то есть, там, для примера могу сказать, что те, кто, там, ездит много по стране, там, взять, например, Костромской области, где их знаменитая колейность дорог, она уже, там, притча воедет у многих, и все знают о том, что, там, в Костромской области, как езжаешь, вот, собственно, попадаешь в эти колеи. У нас, по крайней мере, путем срезания, путем латания, там, эта ситуация каким-то образом поддерживается, там, исправляется, вот. Но, в конечном итоге, нужно понимать, что машины, подобные грузоподъемностью, они, в конечном итоге, в большей мере, там, они не наносят этот ущерб. Ну, легковые автомобили ведь тоже какой-то ущерб наносит? Нет, они наносят. Вопрос заключается в том, что, вот, не поставится то, что, то, что касается колейности дорог, это, в основном, все-таки, скажем так, результат именно грузоподъемных машин. Ну, дальнобойщики, кстати, утверждают обратно, они говорят, что колея появляется не из-за того, что прошла, там, грубо говоря, одна, один большой груз, а несколько маленьких. Ну, я не специалист, я даже не знаю. Еще раз, в любом случае, я говорю, мы на эту тему с дорожниками много разговаривали, на самом деле, еще раз говорю, там, да, там, есть и легковые машины, достаточно тяжелые, но, в любом случае, там, сравнить, ну, я не знаю, там, ту же «Волгу», которая висит, там, одна из тяжелых машин, или «Джип», которая висит, там, ну, две с половиной, три тысячи, три тонны, да, там, или же сравнить, там, пятнадцати тонник грузовик, ну, я думаю, что тут очевидно, что все-таки больше вреда должен принести и приносит грузовик. Вот, а это первый момент, то есть необходимо решать вопрос, каким образом дороги ремонтировать. Второй момент, ну, здесь, наверное, не в качестве оправдания, а в качестве такого размышления о том, что все-таки эта норма вводится, эти платежи вводятся федеральным уровнем, то есть федеральными областями. Мы в данном случае, ну, пытались эту ситуацию, там, выдерживать таким образом, да, то есть мы, там, дополнительных платежей в этой связи не вводим, хотя понимаем, что... То есть можно было каким-то дополнительным региональным платежом? Ну, при желании-то да. То есть мы, там, понимаем, что, ну, это, там, достаточно серьезно ощутимо будет для фирм, которые перегоняют грузы, для частных водителей, которые гоняют вот эти фуры. Ну, просто ведь это все равно в конечном итоге скажется на стоимости продукта, так или иначе. То есть эти же затраты, они будут все равно вкладываться в себестоимость? Давайте так, вот отчасти я с этим соглашусь, а с другой стороны считаю, что вот эти разговоры, они на самом деле являются, там, попыткой своеобразного шантажа. Никто же, предположим, не говорит о том, что у нас, там, продукты, там, за 9 месяцев этого года выросли, там, ну, практически, там, в разы, да, там, и как традиционно, там, кричат о том, что у нас, там, бензин растет, ну, когда бензин растет, там, на 5 процентов, а цены растут, там, на 40 процентов, ну, явно, что это не связано с бензином. То же самое и здесь. Ведь вот разговоры о том, что, там, это все ляжет в конечном итоге в стоимость цены, ну, я не уверен, что если этого не произойдет, то цена останется на том же уровне. Она будет увеличиваться, но уже по другим каким-то аргументам. Поэтому это вот такая вот, она, условная связка, никто не берется считать, как это будет сказаться на ценах, никто не возьмет на себя ответственность сказать, что вот здесь есть прямая зависимость. Да, она, возможно, есть. Хорошо, тогда такой момент, почему не ввести плату для всех? То есть, например, сделать ее дифференцированной, как в ряде стран Европы. То есть, дорога платная, она платная для всех, но большегруза платит больше. А платят ощутимо больше, но, тем не менее, какие-то деньги в бюджет поступают от всех тех, кто портит дороги так или иначе? Вот давайте так. Здесь есть две категории, два вопроса. Первый вопрос – платные дороги. И я считаю, что это тема, которая заслуживает внимания. И знаешь, что, предположим, в сторону по Ленинградке платные участки дороги строят. И, собственно, надеюсь, что этот опыт окажется успешным. И эти платные дороги будут появляться не только в сторону Юга или в сторону Питера, как это сейчас есть, но и в том числе в нашу сторону. Это одна сторона. И вторая сторона относительно того, что платные дороги все-таки предполагают абсолютно другого качества, абсолютно других требований. То есть люди, когда платят за какой-то участок дороги, они должны понимать, что на этом участке дороги им предоставится, не знаю, вот ездил я в сторону Санкт-Петербурга по участку М-11. То есть это четырехполосная дорога, прямая, с четкими разделителями. То есть я буду понимать, за что я плачу. Ну а здесь, получается, я плачу, но мне не стоит ожидать, что дорога станет лучше. Нет, вопрос как раз и заключается в том, что та плата, которая планируется взиматься с больших грузов, это плата на именно ремонт и содержание этих дорог. То есть никто не говорит о том, что это там деньги каким-то образом пойдут на строительство новых дорог. Нет. Ну вот как бы так, я думаю, их не хватит. А вот для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии федеральные трассы, там этих средств должно хватать. Вот, это первый момент. И второй момент, о котором я говорил, о том, что все-таки, когда мы говорим о машинах грузоподъемностью, там, 12 и больше тонн, то мы имеем в виду коммерческий транспорт. Соответственно, там, это бизнес, это расходы, связанные с бизнесом, и поэтому люди извлекают из данных услуг свою прибыль. Поэтому, там, я считаю, что вполне обоснованно, почему мы можем брать эту плату именно с них. Перейдем тогда к другой теме, тоже спорной, но уже такого более локального, наверное, уровня. Болельщики Родины на первом матче в рамках чемпионата страны попросили губернатора спасти команду. То есть, я думаю, всем известно, что сезон не очень удачно начался для Родины в финансовом плане. То есть, пришлось отказаться от сборов, не поехали сначала за границу, потом в итоге в Ульяновск не смогли выехать. Растянули на матче огромный баннер с просьбой как раз губернатору спасти команду. На что Никита Белых опубликовал в Твиттере опрос «Считаете ли вы правильным поддерживать профессиональный спорт из бюджета любого уровня?» Правильно или неправильно? Причем, наверное, тут нужно размышлять не только правильно или неправильно. Все понимают, что поддерживать здоровых мужиков из бюджета, наверное, не совсем верно. Но вот именно с поправкой на то, что мы живем в России, что мы живем в Кирове, стоит ли? Парадокс, если говорить о поддержке из бюджета, то у меня постоянные вопросы, ответы у меня вертятся. Говорят, до сих пор ответ не могу на него найти. Когда мы сравниваем состояние бюджета Кирова, Кировской области имеется в виду и Республики Мордовии, то постоянно слышим такую аргументацию, что в Мордовии все намного хуже, у них и госдолг вообще зашкаливает, дефицит, и вообще разговоры чуть ли не на грани дефолта находятся. Но в то же время правительство области, правительство Республики поддерживает футбольный клуб в профессиональной футбольной лиге, то есть высшей лиге. То же самое можно сказать про Самару, про Пермский край и так далее. То есть они каким-то образом данные средства изыскивают. Моя позиция как депутата, как человека, как болельщика, как бывшего спортсмена, что все-таки профессиональный спорт не должен финансироваться из бюджета. Я... С вами, кстати, согласны 74%. Это приятно, да. Вот. Могу сказать, что являясь постоянным болельщиком клуба Родины, я знаю, что на трибунах присутствует большое количество людей, которые являются и предпринимателями, и руководителями предприятий. И считаю, что было бы вполне незазорным обратиться к ним, в том числе, чтобы помочь нашему клубу. Я на самом деле сомневаюсь, что этой работой даже со стороны правительства не ведется по поиску спонсоров. Вопрос в другом. Насколько наш бизнес готов поддерживать спорт? Еще раз, речь не идет о том, что кто-то должен стать титульным спонсором. Работа с титульными спонсорами, это, да, забота правительства. И те, кто слышал интервью вице-губернатора Щерчкова по итогам как раз этого баннера, он сказал о том, что эта работа ведется и есть уже на примете несколько предприятий федерального уровня, с которыми сейчас этот вопрос проговорится. А вот на уровне локальном, на уровне мелком, не знаю, 10 тысяч в месяц перечислять на счет команды, я думаю, что многие предприятия могли бы у нас на это пойти. При том, что надо понимать, что тут необходимо не только, может быть, вкладываться в основную команду, но и в целом в школу. Ну, просто мне эта ситуация как видится. Если мы отказываемся, то есть я, в принципе, тоже придерживаюсь той точки зрения, что профессиональный спорт должен окупать сам себя. Но, с другой стороны, я понимаю, если, например, мы сейчас перестанем финансировать родину, ну, клуб попросту развалится. И тогда какой смысл будет родителям отдавать детей в спортивную школу, если они, в хоккей с мячом, если они знают, что нет какой-то команды, где ребенок в перспективе сможет играть? Ну, здесь не соглашусь с вами, Дарья. У меня есть перед глазами пример, предположим, Удмуртии, где существует футбольная школа-интернат. И своя-то команда у них не особо сверкает. То есть она команда, как Кировская Динамо во втором дивизионе. Но очень много успешных таких учащихся в этой школе-интернате заключает контракт уже с 14 лет. Ну, то есть это уже вопрос качества подготовки. Да, то есть это вопрос качества подготовки. Это раз. Во-вторых, не надо забывать, что хоккей с мячом для Кировской области и для Кирова – это родной вид спорта. Это наш микронациональный вид спорта. И поэтому желание, чтобы ребенок играл в хоккей с мячом у родителей, оно превышает интерес по сравнению с другими видами спорта. И поэтому я считаю, что детская школа даже при отсутствии прямого выхода на взрослую профессиональную команду, она будет всегда востребована. Другое дело, что насколько будет хватать средств. То есть вот если в прошлом, в течение этого года, может быть, вы тоже следили, в рамках ЗАГС-собрания была ситуация, когда мы обращались и к губернатору, чтобы не сокращать деньги на как раз по финансированию школы русского хоккея «Родина». И вопрос решили. То есть тем самым сохранили те объемы финансирования, которые планировались. И тем самым, как я считаю, мы сохранили занятость данным видом спорта для, может быть, десятки, может быть, сотни ребят, которые, я считаю, с пользой все равно будут проводить время участия в этой школе. То, что, опять же, возвращаясь к профессиональной команде, ну, давайте так, мы в этом году, наверное, впервые столкнулись с таким серьезным оттоком игроков. То есть до этого, несмотря на то, что прежние годы были тоже достаточно тяжелыми, игроки все равно там всегда основа-то осталась. Кто-то просто еще и закончил карьеру, то есть, видимо, все осталось. Сейчас мы, да, сейчас у нас получилась ситуация, когда у нас там несколько, практически там половина основного состава по тем или иным причинам, кто ушел, кто переехал там за деньгами, ушел в другие клубы. Ну, вот у нас получилась такая отток основного состава. Первая игра, которую провела Родина, она показала, что, в принципе, тот резерв, и там та молодежь, которая до этого сидела в основном в запасе, в принципе, может играть. Неплохо играть. Я думаю, что с каждой игрой они будут прибавлять. Вот. Ну, там, сам факт того, что первую игру выиграли, уже говорит. Теперь стоит богатым болельщикам обратить внимание и поддерживать команду. Я бы предложил, призвал бы все-таки задуматься на эту тему, да, то есть, потому что все-таки мы говорим о том, что Родина – это наше лицо, Родина – это народная команда, и Родина – это, наверное, единственное из командных видов спорта, что на сегодняшний момент представляет Кировскую область на российском и международном уровне. И поэтому, если мы это признаем, ну, давайте будем все вместе помогать. Хорошо. Еще одна тема, которая показалась мне весьма спорной. Член общественной палаты Олег Ткачев выступил с инициативой на сайте «Вейский Киров». Он просит правительство перестать поддерживать установку корпоративных скульптур на улицах города под видом арт-объектов. Так звучит петиция, в ней указывают, что и где-то там названия брендов на этих скульптурах указываются, и самый внешний вид нерегламентирован. Вы готовы подписаться под такой петицией? Я не готов подписаться под такой петицией, по причине того, что считаю, что чем больше будет там вот этих малоархитектурных форм памятников, различных памятных мест, тем будет лучше. Единственное, что меня в этой связи смущает и, может быть, отчасти вызывает определенное раздражение, что мы почему-то скатились к двум местам. Это Спасская улица по установке этих памятников и железнодорожный вокзал. У нас много других есть мест. Я понимаю, что с точки зрения, может быть, туристической привлекательности, да, интересно, когда это все находится близко, можно прийти там пофотографироваться, но с точки зрения развития городского пространства, да, ну, наверное, было бы интереснее, если бы у нас вот эти объекты появлялись в разных местах. У нас как-то очень быстро уже забыли о рояле, хотя он стоит и кроме рояля там есть еще, если мне не изменяет память, один или два музыкальных таких композиции, да, там, инструмента. Вот, но как-то о нем забыли. Ну, рояля, сколько я знаю, там периодически ломают, видимо, ушивают чинить. Что делать, да? То есть, вот, в любом случае, вот в этой связи я всегда вспоминаю, когда я был в Саранске, мне поразил этот город там и чистотой, и благоустроенность, я задал вопрос, а как вы, собственно, это добились? Мне говорят, ну как? Добились путем, там, ежедневной восстановления того, что рушилось. То есть, вот, условно говоря, мы там поставили вазоны с цветами, их разбили, мы поставили новые. И постепенно приучили людей, что там смысла нет их ломать. Просто власть сказала, ну не сдадимся. Да, да, и пошли по этому пути. Поэтому, ну, я думаю, что с роялем примерно та же ситуация должна быть, то есть мы должны, условно говоря, там, не пытаться забыть об этом памятнике или там демонтировать его, а, ну, планомерно приучать людей, что есть такой объект, и этот объект все-таки больше пользы приносит то, что он сохранен в нужной основе. А вот по поводу именно размеров этих скульптур. То есть, вот я так понимаю, у Олега претензии к тому, что они где-то там разные по высоте, возможно, выбиваются из окружающей обстановки. То есть здесь как, возможно ли вообще вот эти скульптуры привести к какому-то единообразию? Ну, хорошо, что у нас нет целителя, иначе бы мы свои монументальные памятники получали. Ну, опять же, вопрос единообразия – это вопрос некого единого системного подхода, единой политики. На сегодняшний момент политики такой нет, и поэтому говорить о том, что там они все должны быть одного размера или они там одного цвета, ну, там, не представляется возможным. Ну, можно ли это сделать по-другому? Можно ли там каким-то образом регламентировать, какие должны быть памятники? Ну, а смысл? Я вот как бы так не совсем понимаю, то есть… А по части тогда подписывания скульптурных композиций? То есть когда человек или организация, которая это установила… А что в этом плохого? Ну, я на самом деле тоже ничего плохого не вижу. Ну, там, да, кто-то сделал жест доброй воли, кто-то, может быть, решил себя оставить в памяти города, кто-то решает какие-то политические, там, задачи. Ну, в конечном итоге город приобретает культурный объект, город приобретает памятный объект. Ну, чего в этом плохого? Ну, в комментариях просто к этой петиции там наткнулось тоже на фразу, что добро должно быть анонимным. И тут у меня возникает вопрос, вам спасибо трудно сказать, ну, то есть почему это должно быть анонимным, собственно? То есть если кто-то что-то сделал для города, почему бы не сообщить об этом? Ну, я не вижу в этом ничего крамульного, да, там, и считаю, что, там, это воля и желание самого человека, если он, там, хочет себя зафиксировать в этом-то, ради Бога, пусть он фиксирует, там, ничего в этом страшного нет. Если он, там, хочет быть анонимным, ну, тоже его право. Вот в этом ничего такого, еще раз говорю, мега крамульного я не вижу. Перейдем тогда к более серьезным темам. Госдума предлагает возрастной цен сограничить. То есть депутаты, да, для депутатов, сейчас, если не сейчас, то есть авторы инициативы предлагают, чтобы депутату на момент голосования еще не исполнилось 70, то есть 69 еще можно, 70 уже нельзя. Вы к этой инициативе как относитесь? То есть действительно ли в 70 лет уже подвижность, здоровье не позволяют работать на том уровне, на котором работает Госдума? Да, что вы меня спрашиваете, как будто у меня 70 лет. Я, честно говоря, не знаю, там, как подвижность сказывается на выполнении депутатских, там, обязанностей, да, насколько тяжело предположим людям в этом возрасте. Ну, выскажу свою точку зрения, да, там, один из аргументов, который, там, я увидел, что, там, власть должна омолаживаться, должны, там, приходить новые люди. Ну, скажу так, там, да, власть должна омолаживаться, должна происходить постоянное регулярное обновление, но в конечном итоге это решают люди, которые доверяют или не доверяют этому человеку. То есть когда человек... Нет, ну человеку можно доверять, но... А кто за него голосует? ...он где-то не будет справляться со своими обязанностями. Погодите, а в данном случае, когда мы голосуем за человека, то мы должны и это в том числе понимать. Я очень сомневаюсь, что люди, на самом деле, когда идут выбирать, то есть, например, возьмем, там, того же, не знаю, Говорухина, вот те, кто шел за него голосовать, вряд ли они думали о том, что он, не слишком ли он стар. Да, ну, неправда. Я думаю, что как раз люди и думали о том, что, там, несмотря на его возраст, он вполне активный и адекватный, да, там, и то же самое-то можно про Зюганова сказать, там, о том, что, сколько им, там, 72 исполнилось. Жириновский, да, тоже. Жириновский, да, то есть, люди, которые голосовали за них, вполне отдавали себе отчет о том, что, там, эти люди уже, там, в таком возрасте, но в то же время сохраняют энергию. То есть, вот, влезать в ситуацию, когда каким-то образом мы начинаем, там, манипулировать или управлять мнением избирателя, там, я считаю, абсолютно неправильно. Так же, как, там, введение двух сроков для губернатора, да, там. Ну, а для чиновников же есть вот возрастное ограничение? Чиновник не избираем. Ну, то есть, получается, что если я чиновник, и мне 70 лет, я могу плохо выполнять работу, а если я депутат, и мне 70, и меня выбрали, то что-то это мне позволяет лучше работать? Нет, погодите. В данном случае депутат, в отличие от чиновника, заключается в том, что, во-первых, там его выбирают непосредственно люди, да, там, и он ответственен в своей работе перед людьми. А здоровые люди это не делают. А чиновник отвечает перед вышестоящим начальством. И если, там, вышестоящее лицо говорит о том, что, там, этот чиновник неэффективен, там, он должен принимать меры. Потому что в противном случае, там, ну, этот чиновник, его недоработка будет оцениваться именно с позиции его руководителя, да. То, что касается выборных должностей, что губернаторов, что депутатов, я считаю, что здесь все-таки народ сам должен принимать решение о том, кому он доверяет, в каком возрасте этот человек, насколько он адекватен, и так далее, и тому подобное. То есть все ляжет на плечи выбирателей? А так и должно быть. Мы же вроде как живем в демократическом государстве, да, там, и постоянно кричим о том, что власть должна находиться лицом к народу. Ну, вот, собственно, отсюда и возникает вопрос. Мы же часто сталкиваемся с ситуацией, когда то или иное, там, решение выборных органов власти, там, будь то губернатора или, там, Думы, когда народ начинает, там, негодовать, кто-нибудь обязательно кидает клич, так вы же сами их избирали. И, как бы так вот, люди, когда, там, выступают с подобной критикой, они почему-то забывают о том, что эти люди были избраны именно из-за их голоса или из-за их позиции, там, голосовать против всех или не приходить на голосование, да, то есть вот эти люди оказались здесь именно благодаря этому. Да, вот, там, у нас с вами следующий год будет выборный. Ну, давайте, там, зафиксируем сегодняшний момент и попытаемся посмотреть тот объем негатива, который соберут, там, различные партии или различные депутаты, а дальше, там, в сентябре сравним, кто за кого проголосовал. Я боюсь, что результаты будут примерно те же самые. Мы прервемся сейчас на небольшую рекламную паузу, а после продолжим как раз о выборах 2016 года. Поговорим. Особое мнение в эфире для тех, кто только подключился. В студии Дарьи Топузлирова и мой гость, вице-спикер ОЗС, Михаил Курашин. До перерыва мы затронули чуть-чуть выборы, о них и продолжим. Тогда говорите, год всего остался, есть ли у вас уже какие-то планы? То есть, возможно, в этот год уже будете вести какую-то предвыборную легкую кампанию или вообще не планируете в следующий раз их избираться? Ну, там, я пока не готов окончательно спопулировать относительно, там, своих планов. Считаю, что для того, чтобы принимать такое решение, нужно подвести некие итоги за предыдущие пять лет и довести те ряд пожеланий, просьб, которые, проектов, которые были запущены в течение пяти лет. Ну, соответственно, исходя из этого, уже будет понимание для себя, достоин, недостоин, там, могу, не могу. Честно могу сказать, что работа-то достаточно тяжелая именно с точки зрения того, что, ну, многие вещи упираются достаточно объективные причины, то есть, вот, на многие вещи появился некий новый взгляд. То есть, если я раньше считал, что все достаточно просто, вот, там, есть... Например? Есть, там, ну, не знаю, вот, там, самый простой пример, несколько, вот, там, где-то в начале, в 2011-2012 году ко мне обратились люди с просьбой, там, одну остановку добавить на улицу Московской. Вроде, как говорится, выеденного яйца не стоит, но, как выяснилось, что, там, это не так-то просто. Там, полгода я занимался, эта остановка появилась в конечном итоге, но я не думал, что для того, чтобы эта остановка появилась, вопросы нужно решать, там, на таких достаточно высоких уровнях. То есть, все, что нужно было, это, условно говоря, там, в путевые листы вбить, как я считал. Казалось бы, да. Да, вбить эту остановку, и вопрос будет решен. Там, есть павильоны, есть остановочные места, там, все оказалось не так, все просто. И таких вопросов достаточно много. То есть, которые имеют более глубокую почву. Вы готовы ещё раз связаться со всеми этими сложностями? Ну, ещё раз говорю, там, вот есть ряд задач, которые там поставил я перед собой, есть задачи, которые я взял на себя уже в процессе выполнения, соответственно, если я буду понимать, что эти задачи у меня выполняются, и там будет результат, соответственно, есть смысл двигаться дальше. Если я буду понимать, что, собственно, все потуги мои ни к чему не приводят, ну, наверное, следует признать, что я слаб и не способен данную задачу решать. Поэтому там должны будут прийти другие люди. Вот, поэтому там о своих планах я пока не готов однозначно сказать. Я думаю, что, может быть, ближе к весне не будет понятно, но то, что удалось сделать, я считаю, что вот это хорошо. То, что не получается сделать, ну, есть вещи, которые там никогда не получится, находясь. Даже там в статусе зампредседателя ЗАГС Собрания. Потому что там слишком много тяжелых факторов, на которые повлиять достаточно сложно или невозможно. Есть то, что можно преломить. Есть те коммуникации, с которыми можно работать. То есть я думаю, что за пять лет мне удалось наладить эти коммуникации. Поэтому вот все это взвесив, буду принимать решение. Поняла вас, спасибо. Немного, может быть, поменяем вектор беседы. Еще на более серьезную тему поговорим. Ну, насколько, не знаю, насколько она серьезна. Дмитрий Матвеев написал в Твиттере, что ждет реакции ректора Кировской государственной медицинской академии по уголовному делу о взятке сотрудника собственной медакадемии. Матвеев пишет, что он надеется, что эта реакция будет правильной и справедливой. Для тех, кто не помнит, напомню, что сотрудника медакадемии поймали пьяным за рулем. И он инспекторам предложил 1200, по-моему, чтобы они не возбуждали дело. Ну, не, а то, что было в кармане. Ну, да. Какую реакцию в данной ситуации можно считать правильной? То есть что ректору нужно сделать? Уволить этого человека или что? Ну, как бы так. Человек должен принести наказание. Я думаю, что это там никто не обсуждает. То есть это наказание, оно предусмотрено нашим действующим законом. Административно, уголовно в зависимости от выявленного состава. Поэтому вот с этой точки зрения я считаю, что подобная ситуация должна стать показательной. Что касается ректора? Ну, вот, там, что может в этой связи сделать ректор? Ну, на уровне рассуждения, да, там, уволить, преподавателя из ВУЗа. Ну, это будет достаточно радикальный способ. При всем при этом, там, я не думаю, что стоит очередь у преподавателей. Поэтому потерять преподавателя, пусть даже, там, дискредитирующего себя, достаточно тяжело. Я не знаю, там, не знаком с ним как с преподавателем, но думаю, что у него, по-моему, ведь и научная степень какая-то есть. То есть, ну, как бы так, наверное... Ну, заслуги, собственно, на работе тоже. Да, цену, по-моему, да, то есть, как бы так. Соответственно, это, там, не самый худший преподаватель, поэтому я думаю, что вариант увольнения, наверное, это будет самый такой, ну, печально-радикальный вариант, который... Ну, из чего-то доказательный. ...от которого никто не выигрывает. Объявить выговор, объявить изыскание, там, наказать материально, да, ректор, в принципе, может. Я считаю, что вот на этом уровне это как раз то, что он мог бы предпринять. Но еще раз говорю, исключительно после того, как он понесет ответственность предусмотренную закону. То есть, вот, это дополнительная ответственность со стороны Ихана. Поэтому, там, какие меры Игорь Вячеславович примет к данному, там, преподавателю, ну, я думаю, что все в его руках. Не уходите далеко, чтобы тема алкоголя. Алкоголем депутаты, насколько знаю, готовят поправки в законопроект, в закон, ограничивающий время и места в обычной торговле алкоголем. Владимир Бакин предлагает начать продавать алкоголь с 8 утра. Сейчас это можно делать только с 10. А Сергей Полушин, насколько я понимаю, предлагает запретить торговать алкоголем в тех заведениях, которые мы называем закусочными. То есть, сейчас это можно делать только в городских округах, то есть Киров, Кирово-Чапецк, Слобоской. Он предлагает все 16 городов в этот список включить. Почему именно сейчас, то есть с чем связаны вот эти поправки, что назрела какая-то необходимость? Ну, давайте начнем с того, что, опять же, поправки эти обсуждаются с весны. То есть, тогда еще речь шла об этом. Я думаю, что это такая перманентная ситуация, потому что на самом деле этот закон или эта политика в области ограничения продажи алкоголя, там политика, которая сопровождает власть, областной власть практически там с 2009 года, да, с разной степенью активности. То, что касается предложения депутата Бакина, здесь речь идет о том, что он предлагает отменить дополнительные ограничения, которые были установлены на региональном уровне и использовать только ограничения, которые определены в федеральном законе. Ну, федеральный закон как раз позволяет вот с 8 утра начинать. Ну, сразу же хочу сказать, что в России есть только один субъект, сейчас не готов я его назвать, который живет по федеральному закону. Все остальные субъекты установили свои дополнительные ограничения. И в этой связи мы обязаны исходить из того, насколько эффективны и полезны были те мероприятия, которые были проведены там, начиная с 2012 года. А депутатам предоставляют какую-то подбивку, чтобы вы могли ориентироваться, было это полезно, там стоят за иные поправки голоса? Вчера на рабочей группе высказывалось две позиции, да, первая позиция высказывала министр Утемова по линии здравоохранения, и вторую позицию высказывал депутат Терешков с точки зрения именно интересов экономического блока, то есть он непосредственно директор нашей уржунки, и он защищался, соответственно, другую сторону. Могу сказать, что та позиция, которая была высказана Утемовой, содержащая стат данные по количеству белых горячих, сокращению по количеству пьяных преступлений, пьяных ДТП, она свидетельствует о том, что за прошедшие 3-4 года, с момента вступления всего этих ограничений, появилась позитивная динамика. Понятно, что эта динамика не связана только исключительно благодаря этим ограничениям, речь идет о всем комплексе, и то, что там у нас закрывали рюмочные, и то, что ведется какая-то работа по борьбе с теми, кто торгует контрафактами, или кто без лицензии торгует. То есть вот это все дало некие вполне осязаемые социальные показатели, говорящие о том, что статистика пьяной жизни, она у нас меняется в лучшую сторону. А контраргументы? Контраргументы заключаются в том, что на сегодняшний момент два основных производителя, это Уржунко и Вятич, заявляют о том, что подобные меры приводят к недополучению бюджета порядка 300 миллионов. Но склонен им поверить, но при всем при этом доказательно, математически это не просчитано. Потому что мы понимаем, что да, если в начале разговор о том шел, шел о том, что люди, которые хотели выпить в субботу, воскресенье, не смогли купить, и поэтому пошли покупать у таксистов, ну этот разговор им могли бы хорошо пройти в 10, в 11, в 12 годах. Сейчас те люди не маргинального плана, а люди, которые трудоспособное население, да, там, которые желают отметить там в пятницу или в 12 годы какие-то мероприятия, они заранее планируют свои покупки и покупают заранее. Ну да, за эти предложения стало понятно, что тут 300 миллионов, или это там 300 тысяч, или может быть вообще таких потерь нет, там сейчас нет подтверждения. А, еще момент один я забыла, который вы упоминали по поводу религиозных учреждений, то есть там тоже регламентировать хотят это расстояние. Это как раз депутат Полушин предложил после ситуации в Яранске, когда церковь возмутилась, что там рядом с ними открыли ночной клуб. И, насколько я помню, даже губернатор среагировал на эту ситуацию и, собственно, этот вопрос обозначил. Единственное, там все поддержали, единственный спорный вопрос, в каких метражах, то есть автор инициативы предлагает 200 метров, но мы понимаем, что 200 метров это достаточно много, и поэтому нужно искать какие-то другие варианты. А какой вариант, на Ваш взгляд, приемлем? И вообще нужно ли вот это расстояние? Нет, оно нужно, это расстояние, но если мы возьмем опыт, предположим, по школам, по больницам, то там муниципалитеты устанавливают данную цифру, разговор идет о расстоянии 30-40 метров. То есть, получается, от школ, от больницы 30 метров, а от церкви есть? Ну, соответственно, да, вот эти 200 метров это обсуждаемо, то есть вполне вероятно, речь придет к тому, что мы тоже уменьшим там до 10, 20, 30 метров. Поправки эти обсудят, как я понимаю, на профильных комитетах? Рабочая группа, да, рассмотрела, было двоякое голосование, сейчас это будет уже рассматривать комитеты принорное заседание. Принорное заседание в конце ноября у нас 26-го, по-моему, да. Мы заканчиваем, это было особое мнение, в студии была Дарита Пузлива и вице-спикер УЗС Михаил Курашин. До встречи. Пользуясь случаем, хочу еще поздравить их и Москвы с днем рождения. Спасибо. Всего доброго. До свидания.